АвтоВАЗ начал выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, оборудованных кондиционером и подогревом передних сидений. При том, как отмечает пресс-служба завода, климатика всегда была крайне востребованной опцией. Так, в прежние времена на версии, оснащённой кондиционером, приходилось более 60% от общего объёма продаж модели Legend и более 80% у поколения Travel. При этом цену новой старой опции Lada обещает раскрыть позже. Сами же Niva, что старая, что новая, по-прежнему лишены антиблокировочной системы тормозов и подушек безопасности. Поэтому на Travel вынуждены ставят четырёхспицевый руль старого образца, которым давным-давно оснащалась Priora. В августе этого года АвтоВАЗ принял принципиальное решение перенести производство семейства Lada Vesta из Ижевска на основную сборочную площадку. И вот, как сообщает пресс-служба автогиганта, в Тольятти сварили первые кузова модели. Старт серийного производства намечен на первое полугодие 2023 года. Отдельно уточняется, что процесс переноса идёт чётко по ранее намеченному графику. То есть будущей весной рестайлинговые Vesta начнут отгружать дилерам. Напомним, что флагманское семейство будут переносить не на третью линию главного конвейера, как мы предполагали ранее, а на линию B0, где прежде выпускались Largus, X-Ray, Sandero и Logan. Официальная причина переезда — в необходимости выпуска большого количества Vesta. Дескать, 230-тысячной мощности ижевского завода будет недостаточно, когда российский авторынок выйдет из глубокой комы. Правда, неясно, когда это случится. Годовой тираж семейства Vesta никогда не превышал 130 тысяч, а полмиллиона рестайлинговых машин, на которые рассчитывает АвтоВАЗ — это на секундочку более четверти, если не треть, до кризисного рынка России. В Ижевске останутся штамповка стали, формовка пластика и некоторые другие производства. Не станут разбирать сварочный комплекс и конвейерную линию. Хотя сварочные кондукторы и некоторое специализированное оборудование пришлось перенести. И новость короткой строкой. Как уверяет паблик АвтоГрад Ньюс из соцсети ВК, в Тольятти собрали партию Грант без усилителей руля. Официальный АвтоВАЗ эту информацию не комментирует. Поэтому неясно, попадут ли такие машины в продажу. Предположим, что автомобили намеренно заказало какое-либо ведомство. Официальный АвтоВАЗ Официальный АвтоВАЗ